МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 нашел в себе смелость и объединился в избирательный блок. Обычно партии стремятся к власти для того, чтобы реализовать, защитить свои семейные или клановые интересы. Мы отбросили все интересы, объединились в предвыборный блок и поставили перед собой задачу обязательно добиться проведения в 2015 году референдума вступления Молдовы в Томожный Союз. Продолжение следует... 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 То есть мы можем свободно, без конкуренции продавать наши товары в Табожном Союзе и покупать выгодно то, что нужно нам, Молдове. На этом основывается и наш основной принцип поступления Молдовы в Табожный Союз. Спасибо, господин Лукарь. Вы повторяете вопросы, которые бывают авантажные информационные политики, которые вы презентации, в comparации с другими конкуренциями в Табожном Союзе. Продолжение следует... 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 очень сильные лучшие часы. Да, как в IND1, в 1992 году, мы улыбнули туда, мы сделали первое путешествие, у нас был ровно-милейн, мы сделали первые миллионы цвета, а у нас был Печа, и у нас, как велика, и велика вновь, и ворона в поиске. Мы ровно власти конкурэтия, мы предлагаем более конкурэтия, мы предлагаемsels, и мы предлагаем больше того, и мы предлагаем инвестиции, в процессе производства, бизнеса, и межночьев. Мы предлагаем, что минимум заработать в нашей стране не менее 20 лей. Может и это будет меньше, но сегодня мы будем говорить что сегодня 8 лей и 50 лей, которые в Европе в России 8-10 долларов для каждого дня. Мы хотим, чтобы сегодня обучить увлажнение и укротение санататии, чтобы не сделать, что они что-то сделали, чтобы не было, мы считаем, что в каждый раз требует школу, мы должны быть вложены в пыреста 3-я, и вложены за грижу и за генерация тенера. Вау, спасибо! Трешем на 3-я рунд. Вау, 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 о тема для дисбатери, для дискусии, тема «Петурилы социальны левны». Тема «Сочалная», да, «Проблемы социальные», и а на «Петурилы социальны левны». Формулаем каждый из нас вопросов, и по раму мы ответим. Для ответа на три вопросов, вы должны быть пять минут. Дома Шалин, пожалуйста, формулируйте вопросов, и я оформляйте. Что вопросов вы должны ответить на конкурентое, и вы должны ответить, и вы должны ответить на него. Значит, есть необходимость увеличить пенсии пенсионерам не менее 1500 лей. Потому что минимальный прожиточный уровень населения, который рассчитывается сегодня статистикой, это 1540 лей. Я хочу узнать, какие есть предложения, за счет чего можно уже в следующем году решить эту проблему. Моя корректируйте, если не корректируйте. Пенсиили минимумы будут 1.500 лей. И какие будут предложения для достижения этой профессии? Да. Маме унылетное. Ну, умею. Фикаре нужно умею. Да, ну что два вопросов. Мир, умею. Маме. Умеју. Думаю, эмбарголы, которые были импусы из Федерации Русы на производство греков из-за этого, это жест приятенос в республике Молдово или нет? Вопросы, но чуть-чуть, чуть-чуть, не есть тема поэтовой социальной vulnerабелой. Если вы можете формулировать вопрос в кадре темы пропусы? Я думаю, что, по-настоящему, по-настоящему, пофтим и в отношении этого. Как вы считаете, нам о тем, что нам сейчас познакомимся Titan 있다 для мамилы, которые закончат rồi или в течение суммы, которые мы должны нам о получouch70 на Freib comfy. weil мы знаем, что это очень и очень важная Итак, я нашу эмбаргола, эти Day 20 для intrins liebe Мамилы, да. В теме, почему И я вам предложу вопрос. Если вы приходите в парламент, каждый из партнеров, где вы получаете деньги, где вы получаете деньги для выплаты пенсии на более 700 миллионов пенсионеров, и примерно 1 миллион пенсионеров на финале mandат. Так будет. Немного пенсионеров. Дома Шелин, в репет, в то время три ответы 5 минуты. 4 или 5. 5 минуты. 5 минуты, за то время ответы на все три ответы. Первая ответа, а вы, пенсия минимума, 1.500 лей, как вы получаете эту пенсию минимума. Вторая ответа, как вы получаете индивидуальные для мамы. И третья ответа, где вы получаете деньги для пенсионеров, если номер пенсионеров будет увеличиваться от 700 миллионов до 1 миллион. Пуфтим? Начали. Я должен на все три вопроса ответить? Да. Так. Я вообще-то считал, что я вопрос задаю коллеге, нет? И себе, и коллеге. Коллега же узнает, что я думаю. Я вырок на опературу вырок с репорним кронометром. Пуфтим. Значит, на выборы приходит примерно 1 миллион 600 тысяч граждан, из которых 660 тысяч пенсионеров, 120 тысяч это инвалиды, которые получают тоже пенсию, но по инвалидности. И помимо этого еще приходит около 160 тысяч безработных людей. вот если только взять пенсионеры и по возрасту пенсионеры по инвалидности, да, то это половина избирателей, которые приходят на выборы и ждут, чтобы были решены их проблемы. Да, есть проблемы справедливого отношения по отношению к ним, есть проблемы культурного развития, есть проблемы их социальной занятости, но самая большая проблема это элементарное отсутствие денег каждый день. В Молдове есть закон о минимальном прожиточном уровне, но не указано каков он и нету обязательства его выполнять. В Молдове есть статистика, которая определяет сколько нужно минимум человеку, чтобы он мог просто что-то поесть по калориям, не по качеству еды, а по калориям, сколько ему нужно на какие-то медикаменты, на отопление, на связь и прочее. Это каждый квартал где делается расчет это 1540 лет. Так вот, мы должны законом о минимальном прожиточном уровне установить, что минимальная пенсия, от которой дальше идет отчисление по стажу, по вредности работы, должны быть 1500 лей. Мы должны в бюджете в первую очередь предусматривать вот эти обязательства и только после этого планировать остальные расходы государства. У нас же принцип несколько другой. То есть мы стараемся распределить между министерствами различные фонды и рассчитывать только на отчисления текущие, которые есть в соцфонд. То есть у нас в соцфонде вообще нету никаких накоплений и только за счет текущих отчислений примерно рассчитывается, сколько можно получить в соцфонд от взносов каждого лица или предприятия. Вот на это делится на количество пенсионеров, это и платится. Это абсолютно неправильно. То есть государство на пенсии должно выплачивать и текущие поступления в соцфонд, а также изыскивать резервы, даже экономия, какие-то другие расходы. Почему? Потому что именно теми благами, которые были созданы людьми, которые сейчас пенсионерами, мы все пользуемся. Самый важный вопрос это обеспечение пенсионеров достойным прожиточным минимумом в виде реальных денег. Если мы не можем давать пенсионерам достойную пенсию, то мы должны как минимум сокращать цены. Мы должны как можно больше давать им каких-то услуг бесплатно. пенсионеров сегодня вынуждены платить за все услуги государства, оформить документы, обратиться за консультацией, все это сегодня платное. У нас сегодня уже есть куча чиновников, которые уже находятся на работе, уже содержатся в государственном бюджете, зачем нужно еще с пенсионера брать деньги. То есть, я сторонник того, чтобы как можно больше изыскивать средств для того, чтобы увеличить минимальную пенсию, и она должна быть не меньше 1500 лей, и как можно больше освобождать всех пенсионеров от платных услуг, чтобы они хотя бы тот минимум, который мы им даем в руки, не платили на какие-то платные услуги государству. Это что касается того вопроса, который я хотел коллеге задать, я на него и ответил. Дальше какая процедура? Второй вопрос, третий вопрос. Время у вас истекает. Коллега... Адемнизатель Педро Мамич. Коллега мне задал вопрос, да. Значит, у нас сегодня страховая медицина. Я категорически выступаю за отмену страховой медицины. Объясню вам почему. Только 400 миллионов люди, чиновники страховой медицины от денег, которые должны идти на больных, на социальные какие-то выплаты, ими же потребляются. Поэтому, как только мы переходим на бесплатную медицину, у нас сразу освобождается 400 миллионов денег, которые мы можем направить на рождение детей, и на помощь матерям, для того, чтобы поднять ребенка, условно говоря, с колыбели, и поставить на ноги. И последний вопрос, уже ваш вопрос. Где взять деньги? В первую очередь, первый закон, который мы, придя в парламент, примем, это арест счетов, арест недвижимости, и запрет выезд за границу, всем бывшим министрам и депутатам, тех, у кого на счетах и в собственности денег больше, чем официальные декларированные доходы. Мы предложим им амнистию, чтобы они заплатили 33%, а если нет, то пропустим их через народный трибунал, конфискуем все и их еще посадим в тюрьму. Большое спасибо, что вы были корректны. Домнолу Лункари, я повторяю, первая вопроса, если минимумы будут 1.500 рублей, как вы достигаете эту информацию? А вторая вопроса, как вы достигаете indemнализации для мамы? А третья вопроса, где вы получите деньги для такой формы солидной, большей пенсиональной до 700 000 рублей, которые они устроят на несколько миллионов, пофель. Да, вау устроен. Это очень очень interesting сегодня. Ротограмм Малдова и я хочу сказать, что мы, в программах у нашего Велик försединить Рабочка Малдова, мыibles в программе pocket 416, чего мы такие что вы спросили, также что вы спросили. Но, вау, прозрежут у меня существитель espиции сегодня в Редакторах есть 1.560$ и причины и мы целыми принадимать что все индивидуальные и пенсии, которые требуются в Республике Молдова, должны быть не менее пыта, а не менее 1.560 рублей. Третья не менее пыта. Сегодня мы, как сказал наш коллег, мы имеем в Республике около 700.000 рублей, из которых около 50% премьются пенсии, более 1.000 рублей. Это означает, что пенсии, что они, в частности, они не могут быть в рамках, а не могут быть. Это не может быть, но не может быть. Это нужно, как минимум, 1.500 рублей, минимум, практика пенсии, которые могут быть академой наше. Я говорю, что они будут банины? Я говорю, что банины в Республике Молдова, не требуются в рамках. Ази, фондовый пенсиональный комплект, из-за различных сортов, даже из-за бензии, даже из-за бензии, но мы, мы, мы можем общаться. Возьмите пенсии, мы можем немного контрабанды, мы можем у экономии теневых, которые они не должны приезжать 35-40%. Иа, что bidли- Кадекат и создать какие-то вещи, которые не нужны, не требуют мёртвы для осигурации. Мы имеем экономии теневрой, где мы будем, чтобы мы купим эти 1.500 рублей минимум пенсии для цитатей. В этот ордин идёт, я вам расскажу, что на вторую вопрос, что мы поставим, что мы не спрашиваем. Натальство, что это происходит, что у нас все это знает, что мы не показываем. Но как мы украшаем маму, как мы украшаем маму, как мы украшаем маму тенера? У нас демонизация для мамы тенера, для первого ребенка, это 3200 рублей. Мы знаем очень хорошо, что ведет к министерству, и с остальными. Но мы, в состоянии зимы, мы украшаем у мамы тенера, чтобы мы украшаем 3200 рублей, чтобы украшать ребенок, а второе или третье ребенок? Я думаю, что мы считаем, что иммунистерство для мамы тенера, мы не можем сказать, что мы не можем говорить, мы не можем говорить, мы можем сделать промисиум, но это требует к министерству, из-за того, что украшаем семьи, и минимум, что существует в Республика Молдова. И на вопрос, когда мы говорим о пенсионаре, да, действительно, для нас есть украшение сегодня. Я у меня был в трех местах, мы были в трех местах, мы говорим о пенсионаре, по-друге, которые мы привез и слушают, мы спросили, мне сказали, что 700, 800, пыли на 900 рублей, когда сегодня, когда сегодня, когда сегодня, утром, 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 утром. Утром, 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 тетя, в планхttет, в güzel в Republicа Молдова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...